Всем доброе утро! Пятница! Уже неделя прошла работа. Представляется, как быстро время летит. Вроде бы только с дома выехал. Все работы как таковой то не было. Так. Без 15, здесь 8. Заруливаем на сканию. Территория только в маске. Туда, сюда. Так, где-то здесь надо сейчас машину поставить. Где тут место есть? А, вот местечко есть. Ставим авто и идем оформляться. Прицеп наш грузится, наверное, сегодня будет. Ну, а мы будем тут болтаться сегодня целый день. О! Удобнее было вылазить. Где моя маска? В каждом кармане маску ношу. В каждых этих... В каждых штанах. Никуда не денешься. Так, паспорт взял. В принципе, наверное, все. Больше ничего им не надо. Пошли на ресепшен оформляться. Пошли на ресепшен оформляться. Сказали там зналов. Привезли. Сказал там вот. Рязочку. Против прямо скании. Кафешка грузинская. Так. Корчо. Покушал. Пустый такой. Дороговато, но пусто. Пойдем. Там газел чудит. Чуть он ему... Чуть он ему на этой газели не всадил. С этими контейнерами. Газел. Вот. А чем это я? А. Короче, пообедали. Вечером туда сходим. Шашлычка поужинаем. Скушаем. Пойдем тут он. Ленсоветовский. Поселок, городок. Как он правильно называется? Не знаю. Пойдем. Костер замнем маленько. Уже надоело там на этом диванчике сидеть. Сейчас время уже где-то час. Сначала второго. Сканию забрали. Восемь утра. Пол девятого. Как видите, погода у нас портится. Какая-то хрень начинает сверху сыпаться. Нехорошее. Сначала вообще дождь шел. Сейчас вроде как на снег что-то похожее. Короче. Оп. Рюкзак падает. Пойдем погуляем. Ну и что? Вернемся. Будем ждать. Позвонил туда прицеп. Работаем, работаем. Говорит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Еще сегодня не получилось. Я приеду забирать. Он будет не загружен. Очень смеху будет. Правда? Вернемся. 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 Это видео. Отпишитесь, пожалуйста. Ну уже сейчас я послать. Даже если выйдет на связь не смогу. Понятно. С Европой я делать это однозначно не буду. Нерационально. Но если до возвращения с Европы наш победитель не объявится. То. Что? Значит. Перед Новым годом проведем еще один розыгрыш. ты какой-то мораль тесто или интересно пошли посмотрим вот тут добрые люди на подсказывали всяких программ будем идти на корабле или где-то стоять короче когда будет время надо будет скачать потестировать как это все чтоб не сидеть не выписывать потому что честное слово я когда сидел выписывал все аккаунты не зная со школы столько не писал аж рука болеть начала это я кто-то бью их да я так понимаю он там не один он я смотрю их там много вот короче если наш победитель так и не объявится значит проведем повторный розыгрыш может поделать но будем ждать время до возвращения с европы у нас еще почти месяц точно какой-то бьюик я в них особо не ксферштейн но прикольно такой слава труду о точно частное собственный сколько пропускам ладно ладно по пропускам так по пропускам вот вечерок добрый все восемь вечера так это все надо выбросить дали нам сканию наше новое лобовое будет она у нас уже без австрийской наклейки и невозможно содрать она начинает рваться а а это говорит о том что есть когда мы поедем в австрию нам надо будет ставить новую так как то надо сейчас все приборы здесь по устанавливать например немецкий он не болтался так должен стоять вот принципе будут стоять так немецкий установил сейчас вон на спальнике все там машин не паша здесь эти платон все дела яйца у нас со в снегу валит снег сейчас все поставим и поедем за нашим прицепом час назад он еще не был полностью загружен что будем пробовать ехать так отключаем ретарду и датчик этот расстояние дороги скользко тем более мы сейчас тягачем газуем головой ой какая красота щёточки чистят гладенько ни одной трещинки ни одной полосочки где наш охранник который должен нас выпустить я по идее сказали что сохнуть должно 12 часов но оно сохло часов а не там бумага бумагу на свидание все сразу же буксует регулировки все ну вот вроде как все готовьтесь к правому повороту через 300 метров машку повесил вроде на то же самое место где была и не на то же чуть-чуть ее надо вот сюда буквально так ага и чуть-чуть выше о о вот теперь машинчик ты там где ты была ну чё повесил плато ну и немецкий поставил вот они у окна все остальные все будем вешать по мере их надобности пока сразу зачем нам захламлять лишним приборы панель стекло лобовое снова площадь победы пока с другой стороны с другого ракурса и чем мы не едем наш снег уже плавно превратился в дождь за бортом ноль ну вы сами все видите вы знаете не работает датчик дождя вот ехал думал сразу может что-то там не то не так мало воды там короче не срабатывает наш датчик дождя к сожалению что так что-то не доделали и от всей нашей красоты которую мы нам или сейчас ничего хорошего не останется все опять вымажется пока мы до елки палки сюда надо пока до европы доедем у нас все будет придет опять в негодность так нам сейчас куда нам сейчас вот сюда направо наталин здесь надо все пропускать на точно ну чему стоим с датчиком дождя кто не очень хорошо конечно функция такая неплохая сейчас уж чтоб смыть надо постоянно вот здесь на кнопочку эту нажимать что на омыватель если один раз быстренько нажать то она ну чисто один раз срабатывает и все если поддержать то туда вот начинает брызгать как бы такой не очень не очень хороший вариант подвигу твоему ленинград красиво красиво здесь ладно она тут как-то пытаться ехать может сейчас поедем туда вроде поток закончился давайте ехать елки-палки чё спим то сейчас уже следующий поток приедет 8 километров но увидите какая вот каша на дороге такая вот мерзопакостная ну возвращаться времени нету с этим датчиком поэтому поэтому едем пока так шлифует разгоняться сильно тут аккуратненько надо очень аккуратненько потихонечку уже как хвост зацепим уже с хвостом будет легче в любом случае уже устойчивее а так чё там на ведущую сейчас вообще ничего не дает она совсем пустая на переднюю хоть кабина да это на ведущую вообще ничего зато как хорошо смотрели ничего не мешает я имею ввиду вот это в лампочка которая прилетела туда да прямо прямо чтение в экран на датчик дождя не работает не знаю я начальство сказал неужели что-то что-то не что-то забыла подключить сканер что-то не доделали ну как так-то но факт остается фактом что вот этот маневр сделать мне приходится на него нажимать на кнопочку здесь у нас видите совсем еще не чищена пройдет дождь что тут со заездом то заезд ладно заехать я заеду с выездом опять кто-нибудь умный не стал стал вот газель стала может быть я тут и выкручу конечно я не знаю как то я заеду и вы еду по идее вот видите шлагбаум сам поднимается ждут ждут ну сказали все прицеп загружен вот я пока ехал позвонили поехали смотреть народ а тут же самый батя сидит у женщин живет здесь поехали смотреть что-то сейчас надо с каким-то образом просчитать груз вроде кто-то тут должен меня ждать увязать все это дело собрать не знаю сразу становиться наверно подцепляться переоденусь потом подцепиться только что разверну сейчас и будем пойдем смотреть что тут у нас делается без главного так вот в какую-нибудь ямку не провалиться ого как я учат получилось у меня потому что это дело тягачом сейчас такое на ровном месте буксовать начинает на чуть дальше пробовать развернуться совсем на тягач ничего не дает и все ну правда он песочек есть ну это не хотелось бы два родная давай не надо буксовать сейчас только осталось под прицеп попасть я сейчас подбиваться не буду просто подгоню ну вот так все это дело выглядит просчитать тут в принципе ничего невозможно я здесь ничего не просчитаю ну тут короче какая-то кровать и шкафы в общем хрень всякая я не количество мест я здесь не просчитаю тут вот видите ну тут был представитель сказал что никто никогда не считал не знаю я сейчас своим обозначу что высчитать я это все дело не могу ну и будем подцепляться увязываться тут сильно то не увяжешься сильно не прижмешь это все так слегка для вида скажем так и и что и наверно поедем потом посмотрим сейчас цепляемся переодеваемся и пошли слегка арбайтер дождь идет катастрофа виз 20 11 трогаем веса у нас братцы 5 тонн 5 с копейками там 5 и 4 может что-то такое в общем на легке мы совсем идем сейчас нам главное вот здесь сейчас выползти по документам 5 400 я думаю там больше нет у меня показывает 37 где-то так оно и есть выбраться вот здесь на дорогу с этой организации на дороге или проложить так что тут ему надо что-то отдавать до свидания до свидания выбраться здесь а дальше будем сейчас думать ну поехать там и поедем не знаю только куда до куда мы доедем у меня где-то на границе показывает отсюда до шумилки на 353 километра а вот яйца грузовичков стоит газелька это мой хороший друг наш незабвенный поэт Дмитрий позывной прапор изменение машины не ну тут газельку убрали справа все мы здесь вылетим так Димыч так что куда мы тут поедем демонстрация выключена если ту газельку не убрали я бы не вщемился так кое как пролез сейчас мы тут тут вроде как заправочка есть кофейку может попьем по быстройке ему надо по делам да и нам надо ехать дальше же будем думать как мы будем ехать решать далее до границы сегодня но до границы это мне считается это мне до самого утра надо ехать пока с Питера выберешься потом пока туда пока сюда на заправку посмотрим времени ты потеряли много как бы здесь сегодня сегодня вчера считается два дня то есть затягивается особо выезд не хочется ну и ночами ездить тоже особо большого желания нет сейчас мы вот здесь прижмемся используйте второй поворот направо затем плавно поверните направо что там этот лукойло он бесконтактный думали пойти кофе попить а там газпром вот пойдем на газпроме попьем там он дальше с Димычем с Димычем и потом поедем вот он Димыч здравствуйте еще раз дядька здравствуйте дядька здравствуйте пошли хоть в газельке посмотрим я уже не помню кого последний раз в газели был не ну можно грузовичков сколько наберет Димка по паспорту полторы полторы можно грузина ну понятно я видел и пятеху на них возят ну пять то на ней не увезешь ну если в лист добавить в рессор и под рессорник один то до трех она тащит лежок слабоват я что тебе уже говорил ну понятно что там просто бардак ну так рабочий момент ну ты ж на работе тут бардак везде поэтому надо посидеть нет я посидеть опа елки пока не видно ничего это ты не видишь ты чуть выше ааа я ниже просто я понял я тяжелый я этого не вижу замечательно да ну конечно маловато место ну да по сравнению со сканией что они своим дворцом коробчен коробок такой да 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 ах вот у меня была возможность прокатиться но у тебя не получилось да да я был все руку занят два дня переезжал из одной тарантайки в другой тарантайки я тебя понял пойдем на газпром да а ну лукойл же по-моему здесь бесконтактный там по-моему нет никого пойдем кофейку попьем там затем все пошли да старенькая уже да газелька ну да подгулявшая уже видно подуставшая уже на ней я на ней еще водитель который на ней работал мы с ней вместе гуманитарку возили в Донецк в Луганск аааа ты тоже там был да ой 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 я там все объем даже все раз уже Ушана говорил что мы ему и говорили всегда куда заворачиваться где стоять я там все излазил в Луганскую Донецкую область ну когда какая-то война ну я понял понял вот мы с этим парнем который на ней работал ааа ну вот мы на ней сколесили там все на какого года получается 13 или 12 даже а вот этого да на ней пробега уже 28 экваторов ладно пошли мы кофе пить не маша мы же с прицепом едем нельзя уже нам там налево под знаки едем прямо все время полденадцатого пятница 11 декабря покидаем культурную столицу Димычу удачи что все что задумал получилось а задумал он интересно но говорить не буду потом может когда-нибудь сам расскажет какие планы если осуществятся осуществятся по-любому если долго мучиться то что-нибудь получится было бы желание и желание есть все он поехал по своим залам здесь тоже такая работа тоже такая работа тяжковатенькая здесь по месту крутится ну а мы выруливаем по так чтобы под знаки нигде не залезть сейчас опять на заседе выскочим и сторону пскова все уже все раскисло по городу одна вода 0 градусов дождь погода все спортились зато мы с новеньким лобовичком все красиво все видно все четко елки-палки целых три машинки 3 гаишных и три участниц дтп это городе ли так это хорошо со всех сторон и если все мигает все сверкается прилипается мы тут как-то едем не знаю как но как-то нас тут выводят на псков наши царевны через 500 метров надо куда-то круто налево повернуть вообще сюда откуда только что вот заехал немножко получается ну не то что под знак под знак только под знак 7 утра до 23 7 до 20 до 11 вечера как бы нельзя грузовикам вообще нам налево причем обе поворачивают налево а грузовикам налево что можно здесь поворачивать налево нельзя не знаю меня обе уводят налево ах надо было через ССД ехать а она поедем уже под знак тут сейчас я посмотрю сильно тут мы что-то будем а ну вот так либо вот так ехать либо вот так как мы сейчас напрямки поедем да короче короче поехали налево под знак ничего страшного я думаю не случится через 50 метров через 50 метров резко поверните налево тут немножко так как то круг получается по прямой так как в сторону таллина выходить потом налево по каду ехать я думаю тут не страшно сильно никто не обидится если обидится ну что делать зато здесь мы еще не ездили брада вот так вот небольшая экскурсия правда погодка не для экскурсий а мы ж не на площадь с победой приехали нет это тоже не площадь с победы на следующем повороте поверните направо да ох ох обилец от вас алексей николаевич когда-нибудь ох обилец от дачный проспект поехали по дачному проспекту на полу на 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 в общем-то тут до когда то недалеко нормально вырылься а вот плохо что датчик дождя не работает я бы поставил бы там и не надо было постоянно пальцем нажимать на постоянку ставить тоже не вариант чтобы она постоянно чистила а так вот надо раз все время вот влазить не очень удобно то ли что-то не подключили то ли что не понимаем прошлый раз да нам сразу не сделали потому что не было то ли датчика не было то ли что у них в этот раз и ничего не сказали и он едут пацаны тоже не с контейнерами они местные а ты что здесь мы уступаем да так получается ну что ты не едешь там и у мою используйте чистят создает определенный дискомфорт это вот нажимание постоянно чтобы чистить стекло лобовое что делать и смертельно правда все кат 1 и 4 засаде 2 но нас до засаде нам не надо сейчас накат и там сторону псково луги псково и погнали а грузовичков димкина контора поехал а а а а а а а а дагатчины от питера уже полностью вся трех полоска открыта вообще огонь Валишь и валишь, ни о чем не думаешь Вот только Только закончилось Сразу с трех полоски Сразу двух полосок начинается Вернее как Значит с шести полоски получается двух полосок Видите Ну так догачено Все вообще красиво По красоте получается Летишь Только шуба заворачивается Ну а дальше Сейчас тут все На Лугу До Пскова А дальше не знаю Дальше я там не был ни разу Будем разбираться вместе По ходу дела Что-то скорая неслась Неслась Остановилась Так просто остановились Обошла меня Так летели вперед И что-то встали До ветру что-ли Может быть Может быть И так Короче у нас сегодня ночная езда Получается Получается Не фанат Не фанат я этого дела Но В связи с таким Большим количеством Потерянного времени Наверное попробовать Надо сегодня потрудиться Ночку Как будет получаться Посмотрим Будьте здоровы Будьте здоровы Алексей Николаевич Ой спасибо Вот и точно Пока будем ехать А дальше будем смотреть Сейчас тут 100 километров У нас заправка будет Татнефть Там полные баки Перед границей Потом еще дольем Перед лугой Мемориал тут Партизанская слава Стать нельзя Это бы я постановился Бы сходил бы размялся А то что-то совсем спать хочется Когда-то мы через лугу ездили А сейчас по объездной Катим Отсыпаться сверху Это гадость Перестала То стекло Оно же Оно какое грязное Вся наша мойка Пошла На смарку Машина По идее Наверное так Не выложится сильно Лобовик Просто здесь Пришлось одно время Тут На хвосте Повисеть Пока обогнал И все Вот эта гадость Летела с хвоста И Ну спереди Идущий фур И все И все Стало уже грязненько Ну какой-то дождь Здесь пройдет И все вымается Моек Не запланировано Больше Так что В каком виде Будем В то Мы поедем По итогу Три часа Все-таки Спал Все Вот лугу На объездной Луге Чувствую Все Засыпаю Остановился Поспал Сейчас вот Заправляемся На так нефти На выезде Здесь После объездной В общем Сегодня будет Вариант такой Мы еще Сегодня до границы Доедем Доедем До границы Посмотрим Посмотрим Что там делается И все И станем там На паузу Девять часов Открутим И уже потом Со свежими силами Ну никак Не с утреца Но со свежими силами Пойдем Границу проходить Так Ну Немножко Конечно Подмазались Но не трагично Поэтому Заправляемся Здесь на так нефти На так нефти В любом случае Подешевле Чем И потом Еще там На сургут Нефтегазе Перед самой Границей Дольемся Еще чуть-чуть Ну сколько Здесь Ну литров 50 Сожгем Наверное О Отщелкнулся Уже Пошли Так Все Тогда Продолжаем Литься Время 7 Мы В Пскове Отраничение Скорости 40 Км Час И Вот За этим Транспортным Постом Нам Надо Уходить Направо Ой И Дальше Уже Поедем По дорогам По которым Мы Еще Не Ездили На Следующем Повороте Поверните Направо Все Здесь Нога Еще Не Ступала Колеса Уже Крутились Скамейки Михаил Владимирович Тут Имели Честь С Эстонии Выезжать После Еще 12 Дней Чунский Автобан Топтали Ой Возле Чунский Говорю Короче 12 дней Там Землю Месили Выходил Только он Выходил Здесь Направо Есть Переход Не знаю Как называется Так Стоят Зорька Сюда Правее Через 100 Метров По главной Дороге Держитесь Правее Это Бизна Тут Что Ну А Северный Обход Города Псков Наверное Раньше Через Центр Ездили Через Город Ничего Что На дальнем Ездишь Ага Неприятно Вот А нам Отсюда 70 Километров 72 Как раз Думаю За час Заедем И у нас Получится 12 Там С копейки Между общего Времени Вчера Восемь Вечера Карточку Карточку Смену Открыв Не знаю Просто Я не вижу Смысла Сегодня Если бы Едите Три часа Не спал То Можно было Попробовать С границу Пойти Пройти А так Сейчас Приедешь Как раз Восемь утра Там Пересменка Там То Там Все И можешь Там В эти Оставшиеся Часы Как бы Не уложиться Дорога Дальняя Еще Через Всю Европу Какой Смысл Приедем Потом Все равно Пройдешь И Там Потом День Стой Все равно Ехать Нельзя Поэтому Перед Границей Посмотрим Там Сориентируемся На местности Сделаем Паузу Перед Границей И уже С новой Сменой Будем Проходить Пока так А посмотрим Как будет Доберемся На границе Там Посмотрим До конца Объездную Не доделали Еще Получается Все равно В Псков Заходим Тут окраина Западная Я так понимаю Но все равно Мы ее Цепляем Как бы Дальше Просто стоит Что Только что Развязка Была Сюда съезжал Дальше То будет Дорога Просто Как это Да Готовьтесь К правому Повороту Через 800 метров Так что Вот кусочек Пскова Мои Зацепим Честно Сказать Я В самом Пскове В самом Городе А вот А вот А не Спится Алло Еще Нет Давай Еще Минут Через 7 Решок Димка Звонил Гид Кулинарный Здесь Все На правую Возят В принципе Так Оно И Есть Да Рига Печора Рига Вот Нам Туда Да За Всю Свою Карьера Ты Конечно Не назовешь За Все Ребен Вот Работаем 20 Господи Дай Бух 22 Года 22 Года В самом Пскове Ни Разу Ни Разу Не выгружался Не грузился Ничего Вот Только Восточной Частью Транзитом Проходил Когда Там По Федералке Идешь В сторону Питера Со стороны Минска Витебска Так Чтобы Как-то В Псков Заехать Не доводилось Тут Транзитом Транзитом В любом Случай Все Наш Не то Что Мы Едем Выгружаться Или грузиться Но все Рано Рига 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 Тут Заходишь Получается Этот наш Переход Печоры Вот Печоры Это Вот Откуда Михаил Владимирович Туда Имели Честь Выезжать С Эстонии А мы Пойдем Левее Причем Ранее В дорогу Уйдет Ну там Развязка Будет Подальше Дорога Уйдет Правее А мы Уйдем Левее Мы Уйдем На север Нет Не на север Юго-восточ Юго-запад Вот Я с их сторон Начинаю Обгонять Да Сейчас Подождите Сейчас Мой автомат И сопротивится Разбита Только Первая Полоса Вторая Третья Такая Подгулявшая Немножко У меня В плане Скользко Наверное Что-то народ Тут Сюда Сети Какие-то 20 минут Восьмого Куда Они В школу Что-ли Суббота Утро Начинается Город Просыпается Ну да Когда достроят Объездную Получается Вообще Вот сюда Даже Грузовики Здесь Не то Что Видят Тут Запаха Грузовиков Не останется Все верно Она тут Нужна Конечно Тут Движение Не такое Уж И большое Но все равно Нафига Они здесь Нужны Так Правая Северная Стороной Обошел Псков И все И городу Хорошо И нам Приятно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Кордон Какой-то А тут Направо Кордон Спасибо Погранцы Открыли А я тут Направо На Печоры Прямо Короче Пограничная Зона У меня здесь Километров Осталось До границы Все Вот видите Пограничники Стояли Без проблем Все Открыли Езжайте Сейчас мы уже И приедем Время 5 минут Девятого Немножко Псков Отнял У нас Времени Ну вот Я пока еду Ни одного Грузовика Я не встретил Соответственно Меня никого Не обогнал И я никого Я думаю Что там Будет свободно На границе Просто Что у меня Времени Не остается Общего Зачем Это там Пересменка Туда Сюда Будешь Зачернишь Потом Пиши Эти распечатки Делай Нафиг Надо Мы здесь С этой стороны Переночуем Все Потом На той стороне Не становиться Где-то Ночевать На паузу Крутим Так Мы здесь Открутим И С полными силами С полным Боекомплектом Пойдем На штурме Просоюзных Нифига Вот Колейка Я так понимаю Стоят Моргают Ого Что я вам скажу Здесь 1,6 Км Еще До Границы Вот Вам и Нет Никого Ну что Тут Без Вариантов Мы Сейчас Еще Сколько Сколько Нам Времени Позволяет Оттолкаемся И Станем На обочине Паузы Крутить А что Делать Вот Так Я думаю Что Никого Не будет А нет Ну что Значит Так По Другому Не Как Тут Одни Поляки Я Смотрю Откуда Тут Они Ну Этот Литовец Справа Поляк Стоит Впереди Он Там Поляк В общем Братце Осталось 50 минут Работы Попросил Латыша Чтоб Протянул И Короче Мы съезжаем На обочину Еще Будем Крутить Паузу Сейчас Подравняемся Потому Что Сейчас Пересменка Сейчас Он Подравняется Потом Я Движника Пока Вообще Никакого На границе Уже Больше Часа Просто Тупо Стоим Осталось Мне 50 минут Работы Поэтому Все Время Пол Одиннадцатого Еще до Пол Восьмого Вечера Девять Часов Будем Крутить Паузу Что делать Граница Граница Вот так Вон впереди Там В два ряда Вот Правая сторона Конечно Если туда Протянуть За эти две машинки Можно было Еще Чуть Как Вперед Проехать Сейчас С утра Все начнут Просыпаться В колейку В эту Вылазить Сейчас Колейка Будет стоять Очень долго Посмотрим К вечеру Ну за мной Машин пять Приехала Вон коллега Он там спит Самый дальний На мане Это вот Видно Откуда он Становился Была колейка Но я за него Заехал Была одна Только продвижечка И так Коротенькая Буквально Пару машинок Поэтому Все Пошли Шторимся Ляжем Поспим Ну что делать Опять в ночь Придется работать Ну пока Без вариантов Как мы тут Не сильно Вымазались Немножко Конечно Подмазались Но не критично Мыться Дополнительно Не будем Дополнительно Дополнительно Продолжение следует Продолжение следует...